Продолжаем выпуск. В общественном транспорте Алматы невозможно соблюдать социальную дистанцию, особенно в часы пик. Автобусы ездят по маршруту переполненными. Пассажиры жалуются, что интервал между маршрутами слишком большой, поэтому приходится добираться на работу и домой с риском для здоровья. Соблюдать дистанцию в автобусах невозможно, признаются водители. Некоторые пассажиры не только пренебрегают правилами рассадки в шахматном порядке, но и маски не надевают. При этой температуре никаких вирусов нет. А вот эта тряпочка, эта сетка рабица против комаров. Тут переполнено, вы же видите, что творится. Срочно надо ехать, а что делать? Это значит, надо увеличить количество автобусов настолько, чтобы это было. А если они ходят через 30, иногда даже через больше минут. В управлении мобильности сообщили, что в Алматы запущены все автобусы. Контролеры ОНАЙ параллельно проверяют ношение масок в салонах, но ответственность за соблюдение санитарных норм всецело лежит на самих пассажирах. Проводится рейдовое мероприятие с мобильной группой, совместной МПС, СЭС и местно-районной Акиматом по городу. Проводится рейдовое мероприятие. На данный момент у нас зафиксировано 68 протоколов. Санврачи отметили, обработка автобусов проводится ежедневно по три раза в день. Однако соблюдение дистанции и масочный режим являются не менее важными санитарными нормами в период карантина. Соблюдение дистанции в общественном транспорте очень важно, так как именно в закрытом помещении легко распространяется инфекция. Соблюдение правила рассадки и заполнения в автобусах должны обеспечить руководители транспортных компаний. В случае перегрузок автобусов в часы пик должны выделяться дополнительные автобусы. Однако решить проблему с нехваткой автобусов за месяц и даже в ближайший год невозможно. В мегаполисе не хватает порядка тысячи автобусов, добавили в управление мобильности города. Так что ответственность за здоровье лежит только на самих пассажирах. Шона Таитенова, Влад Шишко, Информбюро Алматы. Смотрите Информбюро на YouTube. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро, когда нужна честная информация.